Привет, лисяни, гости жители моего сказочного леса. Мы сегодня выехали прокатиться и немножечко в Адобере, чтобы забрать помаду, вот эту вот, о которой я мечтала. Какая-то дикая роза, дикая, ну, какая-то дикая. Как раньше модно было в моё школьное детство, такие зеркальные прям помады, очень-очень блестящие. Естественно, я забыла слово, как они назывались. И вот такой набор. Судьба немножечко замедлилась с нашей квартирой. Ну, просто от квартиры зависят ноги, лечение ног. И для нас это очень важно. Поэтому я решила ей немножечко помочь и вышить вот такие вот ёлочные игрушки. На самом деле это магниты, но у меня они будут ёлочными игрушками. На фотографии они гораздо ярче, чем здесь на превью. Я даже немножечко расстроилась, когда получила. Какое-то оно вот всё однообразно влёклое. Ну, мы посмотрим, что будет. Если что, будем менять нитки. А что, впервой что ли? Давайте попробуем разглядеть ниточки. Быть может, они внутри там ярче, чем вот эти вот домики на превью. Но вот на самом деле я смотрю на эти домики и вижу вот похожие дома из нашей деревни. Прям даже вот пофамильно такие усадьбы можно некоторые узнать. Некоторые чуть-чуть изменены. А так вот прям в каждой деревне, наверное, такие домики есть. Здесь всё обычно. Вот эти этикетки от Wildberries. Просто набор для вышивания. У них обычно тут пишется название. А какое здесь название? Просто магниты. Так скучно и интересно. Дизайнер Анна Белова R706. Сложно всегда за рукой, но я уж должна за столько лет блогерства научиться. Нас интересуют только ниточки. Я, кстати, в комментариях читала, что вот этого магнита на четыре вот разрезанного мало не держит. Не знаю, не пробовала, никогда не делала магниты. Иголочки есть. Ой, надо же. В недавнем вот наборчике с окошками иголочки не было. Наверное, он из старых. 22 цвета. Ну да, цвета такие не сильно яркие. Сейчас я рядом положу превью. Ну, ярче, чем на превью. Сирень тут. Ой, даже полукрест будет. Вот эти елочки на заднем фоне. Дом с мезонином. Вот он. Все, увидим. Все, посмотрим на отшиве. Кстати, эти домики очень подходят. И в СО деревенька. И в СО окна. А по моим же правилам там можно участвовать с одним набором сразу нескольких СО. Поэтому, может быть, все получится. А дальше мы отправляемся в фикс прайс по своим каким-то таким мелкобытовым делам. Ну, естественно, я зайду и в творческий отдел. Как всегда, не обещаю. Потому что я такая стеснительная особа. Дорогая моя особа. Как у тебя там дела? Я не знаю, как ты, но я по тебе уже очень сильно скучаю. Да. Ну, если получится, обязательно для вас что-нибудь поснимаю рукодельно-творческого. В фикс прайсе купила вот такие рамочки. Это для моих девочек. Девочка в окошке и девочка в лесу. Ну, это МП-студия, жар-птица, неважно. Они немножечко разные. У них оттенки немножечко разные. У них более такая молочно-коричневая справа и коричневая. Под мрамор слева. Рамочки бюджетные, но очень хорошие. Мне нравятся, качественные. По-моему, в этих двух не стекло, а оргстекло, пластик. В предыдущих было стекло. Ну, ничего страшного. Я вообще не переживаю по этому поводу. Пластик даже лучше, он не так бликует. У меня на нескольких работах уже есть пластик. Ой, размахалась руками. Вам видно по тени. Так что теперь я вышиваю с удовольной силой. У меня есть рамочки. Я буду все сразу оформлять и вам показывать. И у меня прям вот есть дополнительная мотивация появилась. Не знаю, что еще вам сказать. Зазываю вас в совместные отшивы, в наши вышивальные игры в группе «Сказочный лес». Там мы играем. Вышиваем играючи, скажем так. И вот, девочки, у меня к вам такой вопрос. Чем отличается СП от СО? Совместный проект. Я так понимаю, для себя где-то в глубине, что совместный проект – это один проект, один набор. У всех одинаковый, просто все его вышивают. А совместный отшив – это вышивка совместная. Вот как раньше при Лучине девица-красавица вышивали разные какие-то вещи. Ну вот, просто вместе вышивать, разговаривать, что-то обсуждать, чем-то делиться и радоваться жизни. Как вы считаете? Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. И вообще, где можно это почитать, где можно это посмотреть. Потому что очень интересно. Вот, друзья мои, что получается. Это рамочки из фикс-прайса. Я постараюсь, конечно, без бликов, но невозможно. У нас тут барсик, отстань. У нас тут такая лампа из пяти ламп. Барсик, отвали. Вот такой он. Ладно, тут тоже кошка есть. По-моему, там всего три цвета было из какого-то блендов. И получилась кошка. Вообще, было неожиданно. Она сливалась на фоне стены. Это жар-птица или МП-студия. Это вот такие вот девочки в окошках. Мне очень все нравится. Вот верхняя, правая первая вышивалась. Потом вышивалась, по-моему, вот эта вот правая нижняя. Потом девочка со свечкой. И четвертый вышивалась весна. Ну, да, точно, это же были весенние старты. В поддержку весенних стартов. Я уже сейчас вижу, что они немножечко... Я сама делала паспарту из обоев, которые у нас взяли. У нас еще остался кусочек. Хочу еще две сделать. Но нужно перенатянуть, потому что я вижу вот в этой провис небольшой вверху. Есть. Странно, почему. Ну, ладно, их тут никто не трогает. Они тут никому не мешают. В перспективе, конечно, мне хочется, может быть, более достойного оформления. Не знаю. Но не важно. Важно, что они у меня есть. Они до... Огромное удовольствие. Вот, кстати, уголок такой народный. Здесь у меня матрешка. Это же салфетки с снегирями. У меня девочки такие в зеленом. Вот. Надеюсь, в будущем когда-нибудь оформить их достойно. Вот на каком я сейчас этапе. Очень все нравится. Начала с птички эту неделю. То есть у меня было только окно и немножечко стены. Желтый с серым. Очень красивое сочетание. Я на этом остановилась в прошлую пятницу. В понедельник началась воробушка из забора. Больше стены. Естественно, опять свои внушества привношу. Стена вышивается полукрестом. Но я вышиваю в одну нить. Но я вышиваю в одну нить, но крестом. Соответственно, цветов мне не хватит. Буду кустарить. Как, впрочем, и все остальные вышивки. Кстати, даже когда я вышивала все по инструкции, мне в подобных наборах не хватало ниток. Не знаю, чего это зависит. Как их кладут. Ну, в общем, как всегда будет что-то уникальное. Что-то от меня. Хорошо, идем. Я надеюсь финишировать и начать еще следующую работу с окнами в своем совместном отшиве. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Над несколькими проектами Задумано в проекте В проекте этих проектов Заложены подарки Поэтому все не просто так Условия очень простые Очень примитивные Просто хочется объединить Как можно больше людей Поэтому присоединяйтесь Не проходите мимо А с вами была Леся из Сказочного леса Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok